Ты самый крутой баран, ты самый классный баран, тебя все любят, и собаки, и люди, и даже овечки тебя любят, да? Не Гриша. А если ты ко мне в лоб завалишь? Сразу в объявлениях будешь на продаже? Не Гришка, ты мой, не Гришка. Всем привет, вы на канале Черезичный Хутор, где семья живет в лесу. Новое видео, новый день, планы. Сейчас с другом Юрой и с сыном Ваней ехать на рыбалку, а потом приехать и поработать. Вот и все. Красавчик, Гришка, где твои рога вообще делись? Где твои рога? Чур мне так не делать. Мне так не надо делать, я тебя прошу. Получил, да. Но главное сдачи не давать, не давать сдачи. Он же баран, что с него взять? Пошли. Тебе, Ваня, на берегу оставляем один термос, будешь пить чай, а мы с собой один из берем. Юр, вопрос. Сколько сегодня? Ты первый сейчас говоришь. Я пойду так же. Десять, четыре. Двенадцать. Ваня? Семь. То есть у нас те же цифры, просто поменялись люди, кто загадал их, да? Десять, двенадцать, семь. Кто ближе к конфету, тот забирает рыбу, да? Да. Опять ты всю рыбу заберешь? Чего я? Все, Вань, ты один остаешься на берегу, а мы с Юрой поплыли, вот сейчас вот здесь рядышком поставим кружки, чтобы ты видел их, и поплывем далеко троллить. Выставляем кружки, у нас сегодня пятнадцать кружочков, выставим вначале их, сегодня как сюда по трем направлениям. Ваня шигует, мы троллим и кружки еще. На хорошей победе, да? Юр, сегодня больше всего поймаем на кружки или на троллинг? Я думаю на троллинг. Почему-то и мне так кажется. А вообще я буду теперь сейчас, что ты говоришь, то буду и верить. Ну, начали. Прошел час рыбалки, ни одной поклевки, и я немножко потихоньку сползаю, принимаю горизонтальное положение. Юр, я хочу проснуться так вот, от таких слов. Дима, рыба! И я с пацанчиком руки с карманом достаю и лавлю еще. Давай? Давай. У меня рыба есть, сто процентов есть. Рыба, с дыбой, с пилингом. Первое. Два часа ловим, было по дулям. Что-то щит. Два часа ловим, было по дулям. Настроение пока очень плохое. Мы поймали всего лишь одну на двоих щуку. А Ваня там на берегу остался, то он, наверное, вообще ничего не поймал. Дима, рыба. Хорошая? Ну, лучше бы хороший вы. Я уже спать, Лёх. Йор, мне кажется, это минимум, это не килошка, да? Ты очень тяжело идешь подушкой. Сюда. Не, щука. Щука такая же, как я. Я забагрю, я бы еще спалил. А, поэтому плохо идет, да? Точно такая же, как моя. Ты вечно не поймаешь, а забагришь. Опять? По верху идет. Без подсадчика возьмешь? Да, нормально все. Все одинаковые, полностью. Все три одинакового размера. Слабенько, слабенько у нас пока что. Мы от кружков отплыли где-то километр, да? Еще ни разу так долго мы кружки не оставляли. Я думаю, ну, пару штук сейчас должно быть на кружке, правда? Я тоже думаю. Едем к кружкам сейчас. Все одинаковые, абсолютно. С одной икринкой. Причем три штуки поймали на один и тот же воблер. И только четвертую на другой воблер. Вот что-то нравится им такой окунек. Итак, у нас четыре щучки. И с этими четырьмя штучками мы подплываем к своим кружкам. Один в кустах, один перевернутый. Что-то у меня чуйка, что сейчас будет еще четыре у нас. Да? Все три перевернуты, смотри. Первый крючок. Там один кустах. Вот здесь что у нас? Тихонки ничего нету. Это разводит. Смотрите. Какие-то ракушки помотали. Все съели, а крючок не заглотили. Этот в корчах почему-то идет. Пятая точно такая же. Точно такая же, как и где-то на смене. Размер. Этот далеко от всех мы его здесь не ставили. Стоп! Убегает уже. Значит, что-то есть. О, есть что-то есть такое. Опять такой же размер. Все одинаково. Стой, стой, стой. Мы уже собираем кружки. Едем домой. И что, неужели восьмая будет? Ну-ка, 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 ну-ка. Будет. Да. Будет восьмая щечка. Оп. Все, уезжаем домой. Волны начались страшные. Восемь штучек у нас получилось. На сегодня. Хватит. На рыбалке мы поймали вот эту рыбу. И вот столько икры получилось. Просто заморозить ее, или просто пожарить, неинтересно, правда? Даже из печки мы сделаем рыбу на соломе. Бокки, садись. Будем кушать? Да, будем кушать солому. Сено? Сено, да. Сено. По-английски? Hi, hey. Hey? Hey. Hey. Бокки, сейчас увидишь. Мы будем ее сушить в печке. Вот сюда положим, и она будет сохнуть. Будет вот такое вкусное блюдо. Ты сегодня смеешься, а завтра будешь дай попробовать, скажешь. Тест, тест. Дай тест. Тест. Сначала ее немножко, немножечко, чуть-чуть, чуть-чуть. Посолим, чуть-чуть ее поперчим. Не так, как солим рыбу, когда сушим на солнышке. А столько соли дать, как будто мы ее жарим. Вот чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Много не надо. Чуть-чуть, 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 сахаркует капельку, капельку. Она не испортится, даже если вообще не дать ничего. Ни соли, ни сахар, ни специи никакие. О, ложку, ну все. Маленькую. И немножко перка. Тоже чуть-чуть, 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 вот это вот на все. Пепра. Пепра, да. Подносы с сеном положили в нашу камеру хлебную. И заложим. И вставим в зубочистки, для того, чтобы высохло внутри тоже. Все. Будем наблюдать, чтобы рыба сохла, а не жарилась. Наверное, даже больше подкидывать не буду. Жарко здесь и так уж. Ох. А икру мы приготовим, чтобы было похоже, типа на красную икру. Нас Юра так научил. Вообще, это когда-то при соляре на щучьей икра ценилась больше, чем чья-либо другая икра. Вот, надо из этих мешочков ее достать. Вот так вот. С этой пленки надо обязательно достать. По максимуму, конечно, почему-то идеально не получается с этой пленки сделать. На минуту заливаем ее кипятком. Минутку в облана в горячей воде. И теперь ее промываем пять раз холодной водой до чистой прозрачной водички. Вода прозрачная, хватит ее проливать. Из-за того, что у нас икра не сильно зрелая, мы не смогли эти пленки полностью оценить. Чуть-чуть их пооставалось. Теперь в дуршлаг, в марлю, будем выжимать ее. Отжали теперь, когда отжали, в баночку ее. Вот такая вот икра у нас сейчас получилась. Она очень похожа на вареную пшеную кашу. И мы сейчас должны добавить соль сюда. И минут 10 ее колотить в этой соли. И она должна у нас стать прозрачной. Получается, я добавил примерно вот такую маленькую ложечку. И теперь 10 минут вымешиваем ее в этой соли. Она становится опять прозрачной. Становится такая, как была. Вымешиваем, пока не пойдет пена. Вот уже примерно пена появилась. Это минут 5-10 прошло. Она уже солененькая. Смотрите, какая она красивая. Была, была как пшеная каша. А стала опять такая презентабельная вид на вид. Хоть на хлеб намазывай, да? Ну, сейчас сделаем еще лучше. Здесь у нас примерно пол-литровая баночка. Где-то примерно 250 грамм икры. Добавим 2 ложечки еще подсолнечного масла сюда. Вот, раз. Два. И хватит. И сейчас, благодаря подсолнечному маслу, каждая икринка еще отделится друг от друга. И ставим ее в холодильник примерно на 2 часика и через 2 часа готова к употреблению. Хотя я могу и сейчас покушать. Подождем, мы никуда не торопимся. Доброе утро. Все, сейчас будем пробовать сравнивать нашу щучью икру. И у нас есть в магазине, мы купили икра ментая. Какая будет вкуснее? Тест. За ночь наша щука подсохла, но не высохла до конца. То есть сейчас здесь тепло, она будет продолжать здесь сохнуть. В любом случае должна 2 ночи, а то если даже чуть-чуть, то 3 ночи лежать. Только что мы в сообществе провели голосование. Как назвать нашу овцу? Неглаша или назвать Шанелька? Победила почему-то Шанелька, но победила то... Ладно, сейчас Боки. Нейм, нью, щип. Неглаша или Шанелька? Что лучше? Шанелька. Шанелька? Красивая? Да. Но тут другой вопрос. Субскрайбер? Си. Боки, нью, нейм, африкан. Ты назовешь. Африкан. Африкан. Нейм, африкан. Какой? Красивый. Самый красивый. Ютифул. Какой? Мой нэм, африкан. Но? Много пипа. Много людей. Много людей? Но какие африканские нейм, анимал? А, африканский нейм, анимал. Ага. Я не понимаю. Африканский нейм... Африкан. Ну? Какой самый-самый красивый? Тебе нравится. Чтоб ты назвала. Что ты тут застеснялась? Тинк, тинк, потом, потом. Тинк. Давай, пока мы наважим, ты думай. Да. И, кстати, вот смотрите, какая красивая щучья икра. И какая так себе винтая. Хотя щучья, можно сказать, несозревшая. Щука где-то нерестится в марте, в апреле. И поэтому у щучьей, щучья икра самая красивая будет январь, февраль, март. Вот она будет красивая. А сейчас она, можно сказать, октябрьская, так себе. Представляете, какая она будет? Она будет по размерам, щучья икра, должна по размерам быть, как икра этих черных, черная. Вот она такая была большая. Даже щучью икру красят, как черную. И мошенники этим пользуются. Намазываем. Ошин, кушай. Кушай. Ты первая будешь. Кушай уже, кушай. Кушай опять. Давай, давай, дегустируй. Это не Сем-Сем? Ну, Сем-Сем, только это минтай, а это щука. А что икра, и что там, что там. Скажите вообще нечестно. Ты с красной икры сравни, да? Ну, у нас только такая в холодильнике была. Ты точно не будешь? Нет. Тесты. Не хочет. Бокин, что? Это такая соленая. То можно сказать, что мы свою не досолили. Много соли. Много соли, да. Вкусно и много соли. Это вкусно. Короче, мне честно. И та, и та вкусная. Мне примерно одинаково. Я даже если одну и вторую кушу одновременно, я даже не пойму, где какая. Вот просто чувствую, что здесь больше соли, а здесь меньше соли. Все, больше ничего не чувствую. А ты, какая вкуснее? Вкусно. Вкусно? Да. Спасибо. Это невкусно много соли. А вот все вместе вот так вот. У нас, у нас, например, в деревне называли корову. Знаешь, как называли? Буренка. А как у вас Као звали? Вот как у вас зовут в Танзании? У нас в Танзании tribe. Помнишь tribe? Ну, tribe, племя. Да. Маленькое tribe. Это как белка. Это неандабу. Это не африканский. Это маленькое. Ну, маленькое племя у вас. Ну и что? И что, у вас имен нет? Вы же называете корову. Как ты корову называете, Као? Као. Это неандабу. Это tribe, tribe name, не африканский. Ну, хорошо, пускай будет tribe name. Ну, скажи. Ну, это Chanel супер. Chanel? Chanel. Chanel, да. Так что, назовем вам Chanel? Chanel, да. Это Занзибарь name. Все хотели африканский name. Но Занзибарь name. Это исламский name. Это запах name. Это Маками, Хадиджа, Адам, Эва. Чебурашка. Чебурашка тоже есть у вас на ней такой? Есть. Коркодай. Хадишка, Мурашка, Камудашка. Давайте будет хорошо. Chanel? Chanel, да. Окей, будет Chanel. Мне тоже нравится Chanel, потому что она... У нас когда-то была коза, маленькая коза Chanel. У нас была. Продали. У нас нравилась нам эта кличка очень, но мы продали. И у нас... А эту овечку мы продавать не будем. Это хорошая, дорогая овца. Все подписчики, может, которые живут на девятом этаже, они не понимают. Овца да овца. А кто же сельским хозяйством занимается, то знают, что дорперы это самые дорогие овцы. Очень дорогие. То есть, наша Chanel с не Гришей, они вдвоем стоят дороже, чем наша машина. То есть, дороже, чем Passat. То есть, примерно... Валентин их привозил из Германии, он их покупал там, они обходились растаможкой, одна овечка, 1600 евро. То есть, ну, сейчас, конечно, они уже за несколько лет подешевели, но на данный момент взрослая овца дорпера стоит примерно 1000 долларов. Поэтому она у нас самая дорогая в стадии, самое большое наше вложение из животных. И пускай она будет самым дорогим брендом, таким Chanel. И пускай ходит Chanel. Окей? Да, Chanel. Давай 5. Chanel? Chanel. Все. И опять же, тогда зрители с девятого этажа спросят, а почему не тогда такие дорогие, как можно съесть овцу за 1000 долларов? Ну да, племенные, вообще, пока что их, наверное, никто и не кушает. Это очень дорого, скушать племенную овечку или племенного барана. Только если какой-то вынужденный забой, дорезание, тогда пробуют. Как бы у нас пока их только разводят. Но почему они такие дорогие? Во-первых, это линяющая порода. Из-за того, что сейчас в мире, ну, особенно вот в наших странах, шерсть никуда не деть. А если деть, то по 0,25 каких-нибудь копеек за килограмм. То есть, с овцитом получится там тех 3 доллара, может, а то и доллар. Вот. Даже, может, доллара не получится, говорю. То есть, во-первых, это шерсть. Во-вторых, они быстро созревающие, быстро растущие. То есть, когда тушку надо забивать, а в основном это овцы идут, бараны на забой, примерно там 3-4 месяца, чтобы была и молодая ягнятина. То есть, они к этому времени очень быстро растут. И в-третьих, из-за того, что у них, из-за того, что они местная порода, не шерстяная, у них нету этих сальных желез. И из-за того, что нету этих сальных желез, у них ягнятина, нет специфического запаха барана. Поэтому вот из этих, как бы, больше всего трех причин, они сейчас самые дорогие в мире считаются, дорперы. Итак, друзья, вставили мы окна, правда? Красиво окна, когда вставлены, но некрасиво, когда вот эта пена торчит. Пена торчит. Вот здесь сверху у нас дерево, мы его уже, как эти столбы, отшлифовать не сможем. А если сможем, то будет это очень долго и опасно, потому что можем поцарапать подшиву софита, пластик наш. Поэтому мы придумали кое-что. Неделю назад мы заказали туда пену мы будем закрывать вот такими металлическими пластинами, где-то такими уголками. То есть мы все померили, все заказали. А сверху, там, где уже нет возможности зашлифовать, мы закроем таким металлом. И должно получиться красиво. Ну что, приступили к работе? Да. Ванька, что ты делаешь? Бургеры, котлеты сейчас для них. У своего мяса, да? Да. Я думаю, у тебя все получится. Из-за того, что наши столбы дубовые в один цвет попали с облицовкой дома, поэтому получается вот так. С этой стороны я уже планку прикрутил, с этой еще нет. Видите? И вот так вот получается. А то индюки уже начали выклевывать потихоньку эту пену. Мы ее лучше подрежем и закроем. Кстати, посмотрите, как свиньи у нас все роют. Когда было лето, травка была сочная, вкусная. Они просто ходили, они просто ходили кушали траву. Никакая свинья вообще не рыла газоны. Вот. А сейчас, сейчас походу корешки вкуснее, чем трава. Видите, что они натворили? Такой период, такой сезон, что корешки вкуснее, чем сама трава. Пойдет весна, новенькая молоденькая трава, травка, и они опять перестанут рыть. А в октябре корешки вкуснее, чем вершки. А нам мучайся. Хорошо, что в туалет отсюда не ходят. Шурупы у нас в цвет дерева. И прикручиваем. И вкручиваю не в окно, а в стол. Вот так вот. Вот так вот. Ну, вот такой вот столбик получается Э, че орем? Белый, как всегда, играет Хочет жить И, походу, подписчики тоже хотят, чтобы он жил Так же, как и Валентина Вот, везет индюкам Надо только найти время им крылья побрезать Субтитры сделал DimaTorzok Майонез, кетчуп, горчица. Ваня, а пошли поможешь стол занести? Надо перенести наверх залезть. Что это за черные горьки такие? Шутборгер. Раз, два, три, четыре, на все хватит? Тебя на повара отправлять учиться, ты так любишь готовить. В кого ты такой? В маму или в папу? В маму. А я что? Я что же умею готовить, вкусные вещи. Вот, смотри, какая у меня икра получилась, рыба, еще горячая. Бахти, пошли поможешь привезти стол, пожалуйста. Все, закрываем булочкой. Фу. Фу. Первый готов. Все, я все сделал, можно папу звать кушать. А что это у тебя такое двухэтажное? Бургер. Ты себе так не пожалел всего, да? Да. Пошли звать. Пошли. Папа! 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 Пошли кушать! Папа! 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 Я так понимаю, если это был бы Макдональдс, Ванин, то это был бы XL, а это 5XLL. Это ты будешь есть такой? Да. Ты же ходить не сможешь, деточка. Бокки! Идем тут, как ты говоришь, тут капец. Бокки, так как нашу ловцу зовут? Как ты назвала щит? Бабя. Какая еще бага еще? Что? Овца. Овца. Шанель. 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 У вас есть в Занзибаре Шанель? Шанель Кротестя, бренд. Бренд, ну. Все, у нас тоже. У нас свой, у нас, это, овца Шанель. Ага. Причем, у некоторых платья за Шанель закасать, а у нас на черничном хутере овца закасать. Да. Ну, в Анталзен. В Анталзен, да. Ваня не знает, как ему подойти. Подожди, Саня, Ваня. Мы сейчас в Бокке поедим и разберемся с твоим. Не, ну. Я такого вкусного никогда не ел. А лучок сладкий, вы его варили, что ли, перед этим? Это такой сорт. Сорт. Это, помнишь, нам подписчица выслала сладкий лук? Обалдеть. Сейчас будешь мне шрубы подавать. Тебе походу сейчас тоже шрамы на лице будет, сейчас рот порвешь. Вот этот некрасивый торец. Это мы сделали, не помню, что откуда. Это, наверное, вот сюда. Оп. Сюда или вот это сюда? Нет. Да, значит, с той стороны это с этой. Вот оно сюда и сделано. Так красивее, правда? Да. Лишнее отрежем. Стоп. О, может пускать. Есть. Есть. Все получается слева. Обширь, снизу, обширь, сбоку, обширь. Сейчас красиво закрыть это все. А вот здесь. Сюда как-то что-то втыкнулось, да? Или оно уже втыкнулось? Вот. А лучше уже не было, чтобы втыкнулось. Правда? Вот здесь может быть еще. О, есть. Ох, красота, Ванюша, получается у нас с тобой. Давай еще здесь вот так же. Давай, ты мне снизу толкни рукой. Сюда, сюда. Вот здесь, я только гнил. Все нормально. Во-первых, красиво. Во-вторых, гнить не будет. По шестой стороне торец, а потом уже соединим. По шестой стороне торец, а потом уже соединим. Так. Ты бей. Мне кажется, не пойдет. Пойдем. Пошло. Ну, и последний. получается видите сосна было с двух частей будет даже если красиво зачистить то будет некрасиво а так закроем и будет в цвет дома в цвет дуба малышка кушает бульон а а а а а а а а а как я и говорил здесь шло буквой г вот так вот на кирпич а тут уже пошла ровненькая и она получается всю пену скрывает и дает законченный вид вот сюда нам изготовили эти планки с двумя ребрами жесткости жестко стоят оттуда наверх с одним ребром который к окну а сверху тоненько чтобы заходил подсохнуть сюда не что помогает вот сюда чтобы зашел так вот вот и вот 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 Продолжение следует... 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 все эта сторона полностью готова пены не видно здесь да только пена снизу но это тот уже когда у нас будет каменный цоколь тогда мы до закажем такой отливчик сверху и уже будет здесь тоже конец а так все законченный вид правда кстати шанелька уже целый день кушает траву уже больная девчонка становится не гриша она еще маленькая ты от нее ты дед не и ты сожок а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...